Я довольна работой коммунальных служб. Хорошо чистят улицы и тротуары, по всему городу убирают. Молодцы. С таким мнением согласны единицы шимкенцев. После обильных ночных осадков сначала дождя, а потом и снега, коммунальщики успели убрать только центральные дороги. Тротуары и второстепенные городские улицы по обыкновению остались нетронутыми. Почему у нас коммунальные службы так отвратительно работают? Они же за это и получают деньги. Опасность для падения и могут быть ушибы. Многие предприниматели сегодня сами взялись за лопаты активно убирать снег. Несмотря на то, что торговые ряды находятся на центральных улицах, сегодня про них тоже не вспомнили. Вы чистите? Сами чистите? А так сотрудники коммунального хозяйства? Ну так бывает чистят. Крайне редко. Ну а вообще это правильно считаете, что они чистят? Ну конечно. Что они чистят? А нет, это неправильно. Почему? Ну скользко, головолёд, люди падают. Справедливости ради стоит отметить, что тротуары на некоторых важных улицах всё же почистили. Так возле городской администрации работает сразу несколько сотрудников ЛТД Турмейс. Они по всей видимости посчитали, что достаточно убрать тротуары от снега только на этом небольшом отрезке, дабы не огорчать руководство Шымкента. Сотрудники четырёх коммунальных предприятий, занимающиеся наведением порядка, чистоты на 156 улицах города работают непрерывно. В последние три дня в городе непогода. В работе по очистке снега задействованы 20 единиц техники и 200 человек. Люди, вооружившись лопатами, уже занимаются уборкой тротуаров и автобусных остановок. За чистотой в городе следят четыре подрядные организации ТО, ЛТД Турмейс, Байтирек ЛБ, Югдорсервис и СМТ. На оплату их услуг из городской казны выделен 1 миллиард 200 миллионов тенге.